Какой стресс я получила, просто. Я поросила, не смотрите на меня. Вечерочек, вечерок, вечерочек. Всем доброе утро, мои хорошие. Пьем кофе. Планируем день. Сегодня приезжает мама в гости, точнее я за ней заезжаю. Сегодня нужно совместить несколько сразу дел. Нужно выйти в паспортный стол, узнать кое-что. Нужно заехать за посылкой, но посылкой еще не пришло уведомление, что она на месте. Потом заехать, а, отправить еще посылку, обувь. Потом заехать за мамой, побыть дома. Потом, когда я буду ее отвозить, успеть в этот период еще за посылочкой в Эперлик. У нас все расписано вот так вот. Вот. И сегодня мы планируем что-нибудь интересненькое сделать с мамой. Снять интересный образ. На ее канал у меня появилась идея. Думаю, ну, никогда ее не видели в других образах, да, там, с длинными волосами, там, или что-нибудь такое интересное. Короче, хочется что-то покрутить, повертеть, поржать. В общем, мама давно в гостях не была. Вчера созвонились, потрещали с ней полчаса. Да, и, в общем, решили, что она в гости приедет. Пока есть такая возможность, а чего нет. Как-то расслаблено сейчас все, да, эти выходные. Вот. Поэтому сейчас Денька доедает пельмешки. Я допиваю кофе. Накраситься, может, надо, чтобы, ну, как-то приятнее выглядеть. И отправляемся в путь. Кошки. Та-дам. Смотрите, какой у меня мейк. Сейчас опаздываю на почту. Уже 20 минут осталось до перерыва. Искала паспортистку. Сейчас не смогла найти. Короче, смотрите, стрелочки такие у меня коричневые. Только тушь у меня черная. Та-ёшкин кот. Когда спешишь, все как-то тебе... Вот это вот все падает из рук. Нельзя спешить. Короче, все, бегу. Ой, мои хорошие. Мы молодцы. Мы пришли прям без 10, представляете, на почту. А там еще очередь из двух человек, которые отправляют посылки. Представляете? И вот насколько быстро работает почта, что меня приняли и выпустили уже в 2 минуты. Представляете? Я их задержала только на 2 минуты. Вот так быстро работает почта, в которую я хожу. Вот так мне нравится там. Поэтому я езжу специально к ним. Мало где такое. У нас вообще почта, которая в другом районе. Вообще просто там 2 человека могут час отпускать. Я как-то там постояла, думаю, не-не-не, не надо. Все, я получила Василечек. Скоро будет распаковочка на втором канале Василечка. И сейчас мы едем за мамой. Сейчас пока еду до мамы, вспомнила, что мне брат рассказывал, что где-то там у нас в конце нашего района вот этого продают какую-то обалденную шаверму. Где делают ее прям... Ну, прям вообще он так описывал... А, он даже не шаверму. Он описывал бургер, который там делали. Офигенный просто. Так он это смачно описывал, что я сейчас голодненькая вспомнила про это. Брат, привет. И я хочу заехать. Сейчас маме предложу. Посмотрим, как она захочет. Мы приехали. Мамачоли там, я смотрю, в палаточке. Вот там мамачоли, бабуля твоя, смотри. Вот там в палаточке. Бабуля там в палаточке вкусняшки тебе покупает. Яблочки, бананчики. Хотя она сказала, бананов нет там. У них сейчас что-то там вкусное наберет. Сейчас посмотрим. Все, идет. Бабуля наша, красотуля. Такая модная, вся на стиле, вся на розовом. Набрала так набрала вкусняшек. Приветики. Всем привет. Волосы у тебя отрастили. Слушай, так мы тебе сделаем сегодня, да? Да, давай, давай. Что-то прикольное. Слушай, я, короче, у меня в одной руке сумка, зонт. Давай зонти, можно назад? На камеру я свернула. Может, назад положим? Да, зонтик можно. Бабуля, приветики. Приветик, мочик. Кто боишься? Привет. Боишься зонтик? Боишься зонтик? Скажи мне, да не, он мокренький. Он мокрый, Зай, не надо только его разбирать. Мокрый. Не ломай вот эту зоню. Ложи. Ну что, поехали. А, знаешь, что у меня идея есть? Ты не хочешь? Виталик рассказывал, что где-то здесь недалеко, там вообще так суперски готовят какой-то гамбургер, прям где-то тебе, котлет, ну, гамбургер, да. У них и шаверма есть, и гамбургер, но они, короче, прям салатик свежий, там какие-то у них все такие, короче, вкусно по-домашнему и прям вот. Слушай, я взяла, взяла помимо фруктов разных, я взяла еще там помидоры, огурцы и взяла вот такую штучку. Вау, вау, вау. Да? Ну это потом и перекусик, а сейчас, может быть, горяченькая прям, они прям сидели, Виталий говорит, там так сочно, так это, так описывал, что прям кайф. Слушай, мне не охота в машине кушать, может, покупаем? А мы возьмем и домой. Давай, если так, давай. Мамочка сидит, обнимочку с сумкой. Ага, мне писали, когда я купила такую, зачем вам такая большая, огромная сумка. Смотрите, девочки, сумка полная. Мама всегда носит большие сумки, и там вся ее жизнь. Нет, смотри. Это твой тревожный чемоданчик, только ты его всегда, всегда Да, я когда собираюсь, особенно к тебе, это нужно, это нужно, это нужно, все нужно. Почему это особенно ко мне? Особенно к тебе, потому что мне все нужно к тебе. А у меня ничего нет, да? Потому что я же к тебе не на один час иду, допустим, даже вот на несколько часов, а потом еще неизвестно, насколько я еще у тебя задержусь, мне может то, то, то понадобится. Понятно. Тут еще и зонтик, и все, все нужно. Туалетная бумага, наволочка, простынь. Халат. Халат. Ну, тапочки я не брала, носочки пойдут, вот. Я даже взяла там еще стоечку. Ну, короче, все может в хозяйстве пригодиться. Все правильно. Девочки, смотрите, мы вкусняшки тут едим, прикольные, короче, какой-то магазинчик тут фирменный, сладостей был, и там не только сладостей. Солнышко, не надо сейчас нажимать. Сейчас через, уже, о, уже сейчас пойдем, через пять дня, как время пролетело, мы с тобой поболтали. Девочки, двадцать минут сидим. На самом деле, мы пошли бургер этот заказывать, там, короче, обалденный фирмовый бургер, там, короче, что-то они все делают, у них фирменное, я фирменное заказала. Все фирменное, соусы фирменные, овощи фирменные, вот так он мне сказал, да. И, типа, в конце они как-то кладут это яйцо сверху, накрывают булочкой, потом протыкают, и это яйцо вот так вот течет по бокам. Они на доставку работают и везде, короче, и я говорю, ну, давайте нам два, а деньги такой, без соусов, без ничего, он не любит. И они сказали, 20 минут готовить, и вот мы уже 25 минут с тобой вот протрещали здесь. Я ж пошла тогда, давай-давай. А, ну, вот и магазин же ж, я говорю, здесь фирменный. Я взяла сосиски на пробу, говяжьи у них, сладости, суп. Вот здесь, смотрите, девочки, яйцо, дома надавим, должно все потечь. Блин, они такие тяжелые, мне кажется, каждый бургер по полкило. И деньги такой огромный, там ему на три раза хватит. Короче, идем, едем домой, быстрее, быстрее кушать. Мама пока снимает, тут все себе во влог, красоту. А у деньги вот такой вот гамбургер. Вон там мясо, говядина, и, короче, все вкусно. Вот мама говорит, штативчик я взяла, а вы спрашиваете, что в сумочке у нее, а она со своем штативом ходит. В общем, вот какие гамбургеры нам приготовили. Сейчас мы это открываем и лопаем яйцо, которое должно потечь по бокам. Короче, тут чистая говядина, фирменные соусы, там сиделы. Ох. Они даже еще надавали кучу этих перчаточек, в которых есть, но мы дома, зачем нам перчатки? Пока мама настраивает там камеру, все такое. Короче, здесь яйцо у нас должно быть где-то. И мы его вот так вот надавливаем. Наверное, мне кажется, оно уже, честно говоря, мне кажется, оно уже все. Все уже. Раздавилось? Раздавилось. Здесь все просто настолько сочное, шмачное. Ой, мама. Денька, не зашумет? Ммм. Бог мой. Что, вкусно? Это что-то с чем-то. Мама, иди скорей. Иду, иду. Мама все съела. Мама, молодец. Я поросенок. Не смотрите на меня. Молодец. А я укусила еще два раза, короче, и все. И я наелась. Я его сложила и убрала. И деньги тоже кусочек маленький отрезала, и вот он что-то не ест. Но он просто в машине с ладюшки поел, и я что-то тоже поэтовала. И вот как-то аппетита нету, но бургер вкусный. Да, мама, понравился? Да, вкусный, я наелась. У меня сейчас просто обед. Это у меня первое, второе, третье. Я утром кашу, оценочку съела. Мама сказала, что до завтра есть не будет больше. Да. Но это не факт. Ну нет, сегодня уже хватит. Сегодня не будет. Ой, девочки, сейчас, короче, маме на канал там поэкспериментировали. Прикладывала ей свои волосы всякие разные, длинные. Короче, несколько образов там у нее. Посмотрите, зацените, как ей хорошо с длинными блондами или как. Короче, на ее канал, если что, переходите. Ты когда, кстати, будешь это планируешь? Ну, по числам, когда планируешь видосик когда-то? Да, на этой неделе. На этой неделе. Я не знаю, что раньше. Хотя раньше, наверное, вот это вот сейчас эксперимент выставили, то, что мы делали. Это будет буквально послезавтра выйдет. Перед блогом? Перед блогом. А потом блог. Ну, блог еще доснять надо будет. Ну, ладно. Короче, еще... Я не знаю, но надо подумать. Короче, будет у мамы скоро это видео, вы сразу его увидите. Мы там будем вдвоем. И она там будет с разными волосами. Я еще ей там макияж делаю такой свой. Короче, весело будет. Мама хурму взяла. Слушай, она вкусная, но чуть-чуть вяжет. Чуть-чуть вяжет, но вот не было этих коричневых. Я вчера подошлась, там такие прям, они вот такие вот формы были, только они прям такие аж темные, знаешь. И внутри они же такие прям коричневые. Королевка. Вот они прям сладкие-сладкие. Ну, вот такая форма у них. Это тот же соль. Я говорю, есть такие же? Он говорит, ну, вот это тот же соль. Ну, вкусно. Они сладкие, вкусные. Ну, что, мои хорошие. Так как я начала этот влог с мамой, и она, конечно же, моя добрая душа покрасить меня решила. Согласилась, точнее, даже не уговаривала. Говорю, мама, а что, если ты меня покрасишь? Говорю, мне так лень. Я вам уже говорила, да, что у меня так сильно отросли корни, я так сильно их еще не запускала. И мне все вот как-то, как-то не кайф. Все откладываю, откладываю уже. Вот. А сегодня мама пришла, мы там поснимали что-то, посмеялись, там на ее канал поэкспериментировала. Я ей свои шаньоны одевала, там что-то стрелки красила. Короче, такое лайтовенькое видео на ее канале выйдет обязательно. Посмотрите. Вот. А она меня покрасила. И я экспериментирую новую краску. Вот. Ну, здесь, получается, во влоге вы уже увидите результат. Но это видео с окрашиванием. Оно уже на канале. Оно будет как раз-таки, я думаю, перед этим видео. Вот. Посмотрите, что за краска. Как там красим. Болтаем, смотрим. Такое коротенькое видео. Новую краску взяла. В комментариях мне девочка написала, там, а возьми вот эту. И я ее взяла, короче. И вот. Еще ни разу не брала этот оттенок. Надеюсь, корни будут не желтые. Короче говоря, к нам пришел заказ, и мы быстренько с мамой вылетаем уже до заказа. Фоперлик. Давай, мы будем смотреть все вместе, как ты выкарабкиваешься. Короче, получили мы посылочки с мамой Чоли. И она выкарабкивается. Давай. Не выкарабкиваюсь я. Все. Всем пока, девочки. Пока, моя дорогая. Пока. Пока, пока, Денька. Все, уже не дотянемся друг другу. Пока, пока. Пока, бабушка. Приходите к нам еще. Давайте на связи. Звоните, пишите. Не стесняйтесь. Пока, бабушка. Пока, девочка. Пока. Ну что, мои хорошие, мы пришли домой. Как лучше. Мы пришли домой. Ой, так хорошо. Все на самом деле сделали по плану. Отлично. Получила все посылки. Встретилась с мамой. Прекрасно провели время. Еще она меня и покрасила. Аж даже, честно говоря, я не рассчитывала сильно, что она успеет меня покрасить. И вообще, положилось, что появилось время, и мама была не против. Теперь я красотка. Вот. Короче, чуть-чуть подустала я чего-то. Рада такая, довольная внутренняя, что все успелось. Сейчас, наверное, приготовлю чай себе и включу третий выпуск сезона танца. Поплачу, порадуюсь за ребят. Так клево смотреть на талантливых ребят, которые умеют что-то делать настолько, насколько ты думаешь, боже, ну как это фантастика. И люди живут это. Люди любят это. Я не могу. Я не могу. Просто это наслаждение наблюдать за этим. Слушайте, думала-думала, что я хочу. Бургер же у меня остался. И я его сейчас ем холодным. Он холодный, вкусный. Я сейчас, я думаю, сейчас его кушу, попробую. Он холодный, вкусный. Кайф. Такой здоровый у меня бургер, котлеты, громенные, соусы. Кайф. Всем доброе утро, мои хорошие. Мы только проснулись. Время было без 20.10, когда мы проснулись. Сейчас время уже, блин, 28, полодиннадцатого уже. Знаете, чем занималась я? Кофе даже еще не глотнула. Вот, сделала себе кофе целый. Дэнни достал машинки. О, достал машинку еще такую восьмеркой у нас там была. Короче, две машинки ездят по вот этому ралли-дрому. Батарейки надо поменять. А у нас куча всяких разных батареек, но все они слабые. Мы там вытаскиваем из одной, из другой новых нет. Просто кончаются так быстро. Короче, я ему вот это вот перебирала все батарейки, чтобы найти, которые работают. В итоге не нашли, я говорю, Зай, ну, не тянут уже. Она звуки издает, она звуки издает, а ехать не едет. Короче, пообещала сейчас сделать дела и поехать за батарейками. Сегодня спала нормально. Допоздна смотрела еще вот это вот «Выжить после русский» наш сериал. Блин, там такие страшные бабы, которые превратились, блин. И я такая смотрю и думаю, как бы мне не причудилось, что в темноте немного страшно так стало, знаете. Вот. Короче говоря, сейчас дела поделаю. Вообще, у меня сегодня и снимать надо, и все, я вообще не планировала из дома выходить. Ну, может быть, мы прогуляемся вечерком, где-то тут в ларьке возьмем батарейки. У нас пятерочка рядом, поэтому, я думаю, продаются там батарейки. Не надо никуда специально ехать, просто выйдем. Вот. Ну, а сейчас работу работаем. Делов много. А, еще хотела сказать по поводу того, что, помните, котофей-то у меня насыкал, и я засыпала все кофе. И я вам скажу, сначала был запах кофе сильный, а вот, потом оно летучился, и все, аромат прошел. Так что, имейте в виду, что кофе очень хорошо убивает запахи. Посыпала вот я на то место, и все. Вечерочек, вечерок, вечерочек, ты со мной поговори хоть разочек опять. На самом деле, я хотела сказать, что я сейчас принимаю заказы, разбирают у меня сумки. Я только сегодня выставила видео. И вот, хотела сказать, что девочки, все, кто покупают у меня сумки, кто вообще покупает у меня одежду, вы, на самом деле, того не ведаете, делаете очень большое дело. Очень мне помогаете, на самом деле. Вот. И я рада, что частичка меня будет у вас. Спасибо вам большое за это. Сейчас вечер. Вечер. Мы с Денькой... Вот, очередную сумочку забрали. Мы с Денькой учим стихотворение про Бугу, и параллельно смотрим мультики, параллельно принимаю заказы, параллельно смотрю интервью Астика-Арти. Оказывается, распалась группа. Вот. Смотрю интервью Собчак. Спела песню в Инстаграм. Давно хотела ее спеть. Буквально неделю назад не могла ее петь, потому что слезы шли. Вот. Сейчас чуть-чуть. Могу ее петь уже, вот, спела, выложила в Инстаграм. Душевная песня. Вот. Первый раз поела, только пару часов назад за сегодня. Я целый день ничего не поела. С братом созвонились, и я такая, ем он такой, ого, ты на ночь гамбургер? Я говорю, это первый раз я сейчас добралась до еды, потому что я снимала, сегодня монтировала, и я забывала несколько раз поесть. Мне желудок мой напоминал, что надо поесть, и я такая, точно надо поесть. А потом что-то раз-раз отвлеклась, и опять не поела. И уже просто, когда я снимала видео, уже все сняла, и я чувствую просто, я уже загибаюсь от боли. Так нельзя, конечно, девчонки, но просто забываешь. Не то, что ты насилуешь. Я обычно, если хочу есть, я не могу терпеть, не забываю, то я сажусь и ем. Ну, то есть я нормально, я не худею, я ничего, да? Ну, просто реально забыла. То есть все, мозг пошел, и оно тыдыщ туда, и ушло. Поднимаю голову, два-три часа прошло, понимаете? И только напоминает мне, если болит желудок, напоминает, что надо поесть. Жесть. Вот. Так что, сейчас, наверное, фруктики покушаем. Включу танцы. Уже девять часов вечера. Будем потихоньку готовиться ко сну. Доброй ночи, мои дорогие. Я смотрю сейчас танцы, смотрела сериал, лежала, Денька уже улегся спать. Короче, пока тут то-сё. Залезла в компьютер там, ну, короче, там, файлы передать там, то-сё. Захожу на свой английский канал, такая, думаю, гляну, чё там, ещё один подписчик добавился или нет. А его у меня заблокировали, представляете? Удалили канал. А у меня там уже было семь подписчиков. Удалили канал. Я не поняла. Всё на английском, я веду канал полностью на английском языке, и он весь на английском у меня, как бы, вот. Я вообще не пойму, в чём дело. Короче, мне говорят, что я что-то нарушила там. Но вообще не понимаю. Вообще не понимаю, что я там нарушила. Я ничего там не нарушала. Все эти видео есть на моих главных каналах. Я же делаю пока что перевод их только. Написала им письмо, но моего канала просто нет. Представляете? Надеюсь, что это просто по ошибке было. Офигеть. Представляете? Вот так вот. Могут удалить канал просто так. Вот так взять и удалить. Всё. Вы нарушили. А это может быть по ошибке. Я в шоке. Мне страшно. Короче. Короче, спокойной ночи. Всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня с утра. Сейчас уже начинаю делать дела. И не успеваю, честно говоря, следить за всеми. У меня несколько почт. И, короче, не успеваю следить. И благо я была сейчас на почте, которая привязана у меня к английскому каналу. И я вижу, что куча писем от Ютуба пришло. И я начинаю, ну, все переводить, потому что всё на английском приходит. И, наконец-таки, они мне пишут. Ну, как бы вчера я написала, получается, ночью, да, им, что нарушений нет. И сегодня они мне пишут, что да, мы проверили ваш канал, нарушений у вас нет, он разблокирован. Вы представляете? Думаю, что? У меня вот такое ощущение. Серьёзно? Какой стресс я получила просто. Ну, я рада, что очень быстро всё это, да, что... То есть я... А сколько он был заблокирован? Неизвестно, кстати. Надо посмотреть, сколько у меня сейчас там подписчиков. Так, обновим. Ютубчик мой. Триндец, я так испугалась. Всё работает. Мой ченнел. Восемь подписчиков, плюс один. Но новое видео, которое я выложила, видимо, это из-за него один просмотр всего лишь там. Вот. Может быть, как-то это автоматом просто программа у них есть, которая блокирует. Так как канал новый, да, они ещё смотрят, и типа программа, может быть, что-то увидела там. Хотя я не знаю, что там можно... За что можно было блокировать. Короче, здесь новое видео, надо его опубликовать. Маленькая радость, блин. Не было бы... Не было бы счастья... Не было бы счастья без несчастья, короче, суть понятна. Кстати, я прислушалась, я сделала на главном канале, на этом сделала опрос в сообществе, и что делать с рубрикой лайфхаки. Потому что я вижу, что на этом канале она не заходит. Как бы есть, конечно, свои зрители, которым нравится, и которые говорят оставить. В общем, я сделала опрос, что делать с этой рубрикой. Оставить её на этом канале, перенести её на второй канал, или открыть вообще третий канал для рубрики лайфхаки, потому что мне нравится, и думаю, почему бы и нет. И большинство проголосовало за то, чтобы перенести на второй канал. слушаюсь и повинуюсь. Переносим на второй канал рубрику лайфхаки. Так что, кто любит лайфхаки интересненькие какие-то, и проверка этих лайфхаков, то, пожалуйста, на второй канал обязательно подписывайтесь, они теперь будут там. Пока не забыла, пришла сейчас с гуляночки, и попросила меня девочка из Мичуринска передать девочкам из Мичуринска «Привет!» Говорят, смотрят меня, любят. Так что, привет вам, девчоночки, из Мичуринска. Привет вам, девочки, из Ростова в Мичуринск. Вот так. Чего сказала? У меня вообще сегодня какая-то дурная голова. Я думаю одно, говорю другое. Я, в принципе, это делаю всегда. Это моя такая афишечка, такая особенность моего ума. А я не знаю, я думаю, я не одна такая. Напишите, у кого такие же проблемы. Говорю одно, делаю другое. Просто, может быть, люди так за собой не замечают особенно, а я-то снимаю себя и что-то постоянно вещаю. А когда монтирую видео, то я вижу конкретно, что просто я могу говорить красный, показывая на зеленый. Мне кажется, это даже, может быть, какая-то, знаете, как-то даже называется такая вещица. Может быть, кто медики, какие-нибудь психологи, может, знают. Вот. Так что, только когда я буду монтировать, я пойму, кому и от кого я передала привет. Так что, такие дела. Короче, пришли только с гуляночки, отправила посылочки. Шесть сумок отправила, осталось четыре штучки. Вот. Наверное, когда выйдет это видео, может быть, их уже не останется, а может, останется. Так что, если кто-то что-то хотел приобрести, пишите. И вообще, мне кажется, это какая-то такая, знаете, мне вот нравится. Мне нравится. В результате, вот первый раз иногда делаешь что-то и понимаешь, что тебе это нравится. Снимать видео. Снимать видео и что-то продавать. Мне пишут в директ. Это так быстро, все, всю секунду мы оформляем заказ. Быстро я все отправляю. Я вообще онлайн все уже оформляю, оплачиваю. Прихожу на почту, просто пакет, вот сегодня первый раз так попробовала, просто пакет им поставила и все, там все подписано. Они сами там уже оформляют. То есть, я даже в очереди не стою. Это офигеть, как удобно. И у меня уже какая-то прям, знаете, когда все распродала, у меня какая-то потребность внутренняя, так что бы еще продать? То есть, мне нравится. И так очень удобно. Это удобнее, нежели постоянно вести Инстаграм второй, не забывать туда заглядывать, то есть, общаться все время. Тут наглядно ты в виде уже все показала, все сказала, да, и люди смотрят, и все, им все ясно, они лишних вопросов не задают уже. И все. Вообще классно. Так что у меня потребность, потребность. Я сейчас пойду искать, что еще продать. Сейчас продам то, что не собиралась продавать. Мама Чоли, кстати, когда приезжала, привезла обалденный какой-то рулет куриный. Я сейчас съела бутербродик. Так вкусненько. Он еще чуть-чуть со стриночкой такой легкой. Но я еще и соус добавила острый. С огурчиками вообще. Мама, спасибо. Очень прикольный, вкусный рулет. Надеюсь, ты такой пробовала. Всем доброе дня. Мне все время хочется сказать доброе утро, каждый раз, когда я беру камеру. Но на самом деле уже день, уже полвторого. Я вот допила одну кружечку кофе, сейчас вторую сделаю. Хочу порадоваться, сказать вам, что я сейчас нашла просто нереальное какое-то видео. Я не знаю, раньше просто не видела. Какой-то прям лайфхак. И я обязательно сниму видео по способу, как убрать желтизну. И вот у меня сейчас чуть-чуть отрастятся корни. Хотя корни сейчас желтоватые. И мне это не нравится. Я уже могла бы применить сейчас этот способ. Но сейчас они чуть-чуть отрастут. И я прям сделаю. Вообще интересно. Так что скоро будет видео. Лайфхак. Очень многим блондинкам будет полезно. Вот. А еще, а еще я хотела узнать, девочки, «А интересно ли была бы вам такая фишечка, если бы я три дня провела бы прямой эфир, не выключая камеру?» Ну, то есть я включаю камеру. И она работает круглыми сутками. Я хочу поэкспериментировать для начала на три дня. Потому что для меня это тоже такой опыт. Но я всегда хотела это попробовать. На самом деле уже очень давно. Есть даже некоторые платформы, которые работают так, и люди так вот живут под камерами. Вот. И мне хочется тоже попробовать. То есть завести прямой эфир. И буду я с вами три дня. Готовлю, хожу, сплю. И даже ночью вы в любой момент могли бы заглянуть ко мне в прямой эфир и посмотреть, что я там делаю. Естественно, не про... Ну, как бы частенько бы подходила бы с вами, бы общалась. Естественно. Зная, что вы на меня смотрите, мне сложно было бы вообще. Сложно было бы пройти мимо и что-нибудь не сказать, не поздороваться, не показать вам. Вот. Короче, для меня это тоже такой опыт. Я знаю, что это будет сложно, но я хочу такой опыт поиметь. И мне интересно и любопытно, ваше мнение по этому поводу. Интересно было бы ли вам, чтобы я такой длительный прямой эфир запустила, где в любой момент вы могли бы зайти и посмотреть, что я делаю. Как вам? Идея? Пишите в комментариях. Вот. А сейчас я пойду, наверное, готовиться к видео. У меня надо чуть-чуть себя в порядок привести. Может, голову уже надо помыть. Пойду дальше смотреть, перебирать вещи, что вам, что вам снять на продажу. Доброго вечерочка всем. Сейчас мы с Даней идем в гости. Нас пригласили на жареную картошку и долму. Сейчас зайдем в магазинчик, что-нибудь возьмем и побежали кушать. Субтитры сделал DimaTorzok